Здравствуйте, с вами снова я, Аптем Дьянов в центре Пархалжима Родонитовой. И сегодня небольшое видеообращение хотело посвятить тому, как рассчитать свой разовый максимум, почему его важно знать, понимать и что, собственно, с ним делать. Дело в том, что большинство нагрузок, которые мы здесь даем организму в тренажерном зале, целью имеет гипертрофию, мышечную гипертрофию. И максимальный результат получаем, когда нагрузки соответствуют 70-90% от разового максимума. То есть это максимального веса, который вы способны технически правильно выполнить на одно повторение. И не совсем верно было бы до этого самого одного повторения доходить в каждом упражнении, потому что это большая нагрузка на связки, большая нагрузка на нервную систему. И чтобы определить его в каждом из упражнений, есть расчетная формула и коэффициент преобразования, исходя из которой вы понимаете, что, например, вы делаете с каким-то весом 7-8 повторений, ну, неважно, да, от 4 до 12, и увеличив, умножив это количество повторений и вес на коэффициент преобразования, вы понимаете, какой именно разовый максимум у вас есть. И сейчас я хотел бы, собственно, его проверить, эту формулу на себе, например, на аналоге сжима штанги горизонтально. И посмотрим, можно ли его использовать для того, чтобы определить вот этот необходимый диапазон для развития мышечной гипертрофии и в то же время не рвать свои связки для того, чтобы понять, сколько это 70 или 90 процентов от разового максимума. Давайте посмотрим. Смотрим. Ну вот, путем разминки я дошел до веса 140 килограмм. Я сейчас сделаю максимальное количество повторений, которое смогу, я предполагаю, что это где-то будет 8, 9, 10. И потом через формулу, через коэффициент преобразования определим, какой же вес мой будет максимальный, при этом должен быть. И на практике попробуем до него дойти и посмотреть на соответствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, в итоге получилось, что выжив 140 килограмм на 12 раз, формул расчетно показал, что мой разовый максимум – это 201 килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, к сожалению, я, конечно, уже умотался, в смысле, устал. Но попробуем сейчас к этому весу все равно прийти, хотя бы на раз выжить. И если будет 190-195, то я предполагаю, что формула действительно соответствует близким к истине показателям. Начнем с 160, 180, 190. Посмотрим на раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, если в качестве расчета для формулы идет больше веса, меньшее количество повторений, то есть 4-6 формула показывает более точный конечный результат и более объективные цифры. Наверное, у меня лучше было бы расчетную вес использовать в районе 150-160 килограмм. Потому что 12 повторений на 140 меня реально утомили. Я не знаю, как сейчас буду жать на максимум сил. Что-то нету. Считаю, полноценный рабочий подход, уже устал. А тут вроде надо проявлять максимальные показатели силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже выпил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так было бы правильно, да? То есть сделать некий расчет и на следующую уже спокойные мышцы, отдохнувшие, не уставшие, уже делать некий эффект соответствия, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и рекомендуется, исходя же, собственно, из этих самых формул, норм, отдыхать между подходами, да, вот, которые соответствуют расчетным не меньше 5 минут между подходом. Это связано с тем, чтобы максимально восстановились запасы креатинфосфата мышцы, и максимально объективно был показатель именно мышечного утомления предельных показателей силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего ты, в общем-то, и не делаешь? Чего я не делаю, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас что-то сказал, что-то показал, поможешь снять? По пятерке идем? Да, давай. Сейчас самая интересная часть отдыха. Надо 5-7 минут сидеть и ничего не делать. Ну почему ничего, кстати? Виталий, пойдем что-то намешаем, что-нибудь хорошее. Пойдем, намешаем. Может, у меня есть? Вот, чтобы время не зря стоять, отдыхать, мы сделаем такую штучку. Хитрец. Хитрец? Хитрец. Ну, не хитрец, просто жадина. Заметим, на медальку похоже, да? Если бы два дня по Таруу спала, два колпачка и вечером сделала. Он, он. Оптимул, внутри. У меня в этой баночке копилка дома. Золотая медалька. Так. Ну что? Я уже чувствую? Уже чувствую, да? Уже чувствую, давай. Пожмем? Пожмем. Будем здоровы. Виталик пьет на случай, если он меня придавит, чтобы он смог вытянуть. Так. Снимешь? Давай. Так. Поехал. Дови, дави, дави, дави. Что-то больше я, по-моему, не пожму, но... В принципе, я думаю, что 195-200 на свежие мышцы, наверное, в принципе, действительно так и есть. Поэтому, чтобы не повышать риск травм, чтобы не рваться и напрягать свои связки, выполняя один повторный максимум, использовать эту расчетную формулу, этот коэффициент преобразования, чтобы понять, с каким весом вам необходимо работать в циклах на силу, в циклах на гипертрофию, ну и просто, в принципе, чтобы у вас были некие планы относительно тренировочных весов. До свидания, будьте с нами, на связи. До свидания. Пока. Пока.